Приготовлю я пасхальные куличи, очень простое, но при этом оригинальное и вкусное горячее блюдо, рулет из кумбрии в качестве закуски, весенний овощной салат и пикантный салат с курицей. В первую очередь готовлю рулет из кумбрии. Сделать его можно и нужно заранее. Рыбу размораживаю практически полностью, отделяю голову вместе с передними плавниками. По спинке делаю два надреза, чтобы удалить плавник, отрезаю хвостик и аккуратно руками вынимаю хребет. При помощи бумажных полотенец или салфеток убираю внутренности и обязательно снимаю черные пленки. При помощи пинцета убираю все косточки. А еще очень аккуратно вырезаю плавники, которые находятся на брюшке, ближе к хвосту и сверху. Выкладываю филе на лист бумаги для выпечки. Рыбу солю, по вкусу добавляю специи. У меня черный молотый перец, молотый кориандр, сушеный чеснок и паприка. А также всю поверхность рыбного филе посыпаю желатином. Теперь внахлёст и валетом выкладываю второе филе. Для начинки взяла листья свежего шпината и болгарский перец двух цветов, красный и желтый для контраста. Сворачиваю рыбу в тугой рулет. Кончики бумаги закручиваю как конфету, чтобы рулет был потуже. И теперь заворачиваю в фольгу. Запекаю рулет из кумбрии в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. После полностью остужаю при комнатной температуре и убираю в холодильник минимум на 12 часов. Также заранее готовлю куличи. Два яйца разделяю на белки и желтки. К желткам добавляю еще одно целое яйцо. В чашу измельчителя выкладываю творог, лучше чтобы он был посуше. Сюда же одно целое яйцо и желтки, кефир и растопленное масло. Для сладости добавляю эритрит. Смешиваю все до однородности. Переливаю массу в глубокую емкость. В несколько приемов добавляю рисовую цельнозерновую муку, а также разрыхлитель. И аккуратно все вымешиваю. Получается вот такое мягкое пушистое тесто. Добавляю к нему цедру одного небольшого апельсина. Яичные белки с щепоткой соли взбиваю до мягких пиков. Взбитые белки добавляю к тесту также в 2-3 приема, каждый раз очень аккуратно вымешивая. Изюм я заранее помыла и замочила на 15 минут. После обсушила. Смешиваю изюм с небольшим количеством муки. Так при выпекании кулича изюм распределится по всей его высоте и не осядет вниз. Аккуратно вмешиваю изюм в тесто. Для выпекания использую одноразовые формы, смазав их небольшим количеством топленого масла. Наполняю формочки до середины и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаю куличи примерно 40 минут до сухой спички. Куличи полностью остужаю и снимаю бумажную форму. Украшать глазурью буду непосредственно перед подачей. Для глазури использую мягкий творог, подслащенный по вкусу. Такая глазурь при комнатной температуре не хранится, так что украшенные куличи лучше убрать в холодильник. Можете не волноваться. Точные громовки с пошаговыми фотографиями я, как обычно, оставила для вас на food.ru. Это сайт и приложение обо всем, что связано с едой. Тут тысячи пошаговых рецептов. И я рада представить новую рубрику в приложении с доступными ЗОЖ-рецептами. Она так и называется – доступный ЗОЖ. Рецепты публикуются по принципу, который мне очень близок. Это вкусно, просто и недорого. Поэтому я выступаю с автором этой рубрики и выкладываю все свои рецепты там. Обязательно перейдите по ссылке в описании. Понравившиеся рецепты сохраняйте в избранное и делитесь ими с друзьями. Тем более доступ к приложению абсолютно бесплатен и нет никаких подписок. Делаю заготовки для горячего блюда. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла пассерую до золотистости и мягкости репчатый лук. Далее добавляю мелко нарезанные шампиньоны и готовлю все вместе. Обязательно грибы с луком подсаливаю. Кладу немного черного молотого перца и щепотку сушеного тимьяна для вкуса и аромата. Когда уже грибы полностью готовы, добавляю немного сметаны, все перемешиваю и огонь выключаю. Филе куринового бедра внешней гладкой стороной выкладываю на доску. Сверху накрываю пищевой пленкой или пакетом и начинаю очень аккуратно отбивать. Делаю смесь из соли, черного молотого перца и сушеного чеснока. Небольшую мисочку застилаю пищевой пленкой. Внутрь выкладываю куриную отбивную все так же гладкой стороной вниз. Немного посыпаю смесью соли и специй и выкладываю сваренный почти до готовности рис. Делаю в рисе небольшое углубление, которое наполняю грибной начинкой. Сверху еще немного риса. Теперь приподнимаю края куриного филе при помощи пленки, соединяю в центре и тупо закручиваю. Получается вот такая куриная бомбочка. Убираю заготовки в холодильник минимум на час-полтора. Очень удобно, такое блюдо можно заготовить и заранее. Перед запеканием аккуратно снимаю пленку и для надежности, вернее для подстраховки, фиксирую мясо зубочистками. Выкладываю бомбочки на противень. Сметану немного подсаливаю и смешиваю с томатной пастой. Полученной смесью обмазываю куриные шарики со всех сторон. Запекаю их в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Для салата при помощи овощечистки шинкую морковь небольшими, недлинными полосками. К такой морковной стружке добавляю соль, черный молотый перец, сушеный чеснок, молотый кориандр и немного сушеного базилика, а также неострую горчицу и растительное масло. И оставляю морковь замариноваться, пока буду подготавливать все остальные компоненты для салата. Салат буду собирать слоями. Устанавливаю кольцо на тарелку и первым слоем будут очень мелкие кусочки салата Айсберг. Далее немного измельченного укропа и крошу в сваренные вкрутую яйца. Яйца слегка подсаливаю. Следующий слой – мелко нарезанные помидоры. Если они выделяют слишком много сока, то сок стараюсь в салат не добавлять. Далее мелко нарезанное отварное филе куриной грудки. Сверху на курицу выкладываю маринованную морковь и выливаю остатки маринада. Салату даю настояться минимум час и непосредственно перед подачей сверху натираю немного твердого сыра. Вот такой яркий, красивый, сочный и вкусный салат получается. Все компоненты отлично перемешиваются сразу же в тарелке, как только вы его накладываете. Салатик сытный, но при этом совсем не тяжелый. Ну что ж, рыбный рулет выставился и достаточно схватился. Самое время его разрезать. Каждый раз жду, какой же он внутри, ведь рисунок каждый раз будет совершенно неповторимый. Рулет прекрасно держит форму. Можно его нарезать совсем не толстыми кусочками, ничего не разваливается. А какая красота внутри! Рыбка получается очень нежная и сочная, прекрасно дополняется вкусом и ароматом овощей. Чуть не забыла, давайте посмотрим, какой же куличик получается внутри. Отрезаю кусочек, тадам, какой он нежный и пористый, беленький, светленький, в миру влажный, но красота и вкуснота. А вот и горячее подоспело. Перед подачей быстро вынимаю все зубочистки. Как видите, все прекрасно держит форму. Куриные шарики золотистые, безумно ароматные. И вот так выглядит внутри. Сверху нежная сочная куриная оболочка. Внутри рис, который впитал в себя ароматы и курицы, и грибной начинки. Ну и конечно же вкуснейшая начинка жульен. А еще на столе есть обязательно свежий весенний салат, для которого при помощи овощечистки шинкую молодую капусту. Капусту немного обминаю без добавления соли. Также в этот салат я кладу свежие огурцы, тонко нарезанный стебель сельдерея, зелень и яркая сочная молодая редиска. Соль и перец по вкусу. Сбрызгиваю салат лимонным соком и заправляю сметаной. Получается очень сочно, красиво, свежо и столько вкусных ароматов.